с вами вебинары но вы сейчас знаете что нас уже начали проходить живые встречи и в конце я скажу тоже анонс нашей будущей живой встречи оффлайн ну а сегодня у нас понедельник и мы с вами по традиции начинаем вебинар вот меня зовут олег тарасов сегодня 31 10 октября до погода нас радует ну вроде в зима впереди в общем то мы продолжаем работать несмотря на погоду но как говорится зима впереди на у нас жаркие новости как всегда я являюсь партнером skyward community вот и конечно же как любой человек меня тоже волнует транспорт логистика потому что от этого зависит наша жизнь и наше движение вот и как правильно алексей на мой сколько раз уже говорил что мы научились быстро передавать информацию мы звоним в любую точку мира до пересылаем фотографии пересылаем денежку если надо да но при этом чтобы нам куда-то добраться вот сейчас моя сестричка действительно организовала такую встречу для победителей чемпион чего чемпионского такого значит марафона который проходил в доминикане и связи с тем что дорога оказалась очень и очень сложный там куча пересадок надо кучи вис иметь при этом добирал я знаю люди добирают двое суток туда и стоимость конечно возросла до трех тысяч долларов поэтому я вот нахожусь в беларуси они в той прекрасной стране которая под названием доминикана до республика доминикана ну ничего мы строим транспорт вот я надеюсь что в будущем таких скажем так сложности не будет да ну вот поэтому философия нашей компании транспорт должен быть решением проблем а них источником ну вот на моем примере проблема пока нет нашего любимого транспорта она не лишь не решена оказалось вот наш замечательный инженер наш основатель и до анатолий эдуардович юницкий который 40 лет думал как решить эту проблему да и вот сейчас мы с вами уже стадии реализации в стадии коммерциализации вот а вообще компания образовалась уже в том окончательном виде 2015 году в минске инжиниринговая компания да она в данный момент является научной организации зарегистрированной национальной академии республики беларусь государственном комитете по науке и технологиям занимается разработкой проектированием производством тестирование эксплуатации транспортно-инструктурного комплекса в эстакадном исполнении то есть делает все да поэтому я очень горд что я являюсь скажем так такой маленькой единой все-таки единичкой которая помогает скажем так этой технологии расширяться по всему продвигаться по всему миру ну и сейчас еще раз напомню вам дорогие мои партнеры если кто-то еще не знает то у нас вот для продвижения как вот алексей анонсировал наш сегодня встречи встречу да у нас является вот такие вот замечательные сайты у нас есть конечно skyward комьюнити да но вообще очень такой информативный очень глубоко наполненный сайт называется вот у нас ю ст то есть сайт как то на котором все технологии да то есть ю ст технологии вот и где вы можете посмотреть буквально все значит там ну вот наверху он указан до ее ст точка инком инкорпорейтед вот поэтому там представлены все транспортные решения технология а компания новости наука если кто-то ну вот как алексей ну может наш тоже написал оказывается труд и его скромно умалчивал но вот нам последней встречи живой он рассказал при этом я хочу сказать что были люди которые новички несерьезно относились скажем так ну какая-то там компания пирамида неизвестно что как но когда алексей новомович как он человек один из первых которых который пришел в эту компанию 2014 году и данный момент является куратором беларуси и рассказал о том что он даже написал научную работу вот участие в университете вот то отношение в корне меняется когда такие люди именно вот говорят о своих личных заслугах поэтому то тоже как этап продвижения вот люди которые не только относятся скажем так серьезно там к инвестициям и так далее люди которые реально тоже пишут научные труды так что алексей новомович давайте поставим ему пятерочки вот от всей души да как советские времена были пятерки поэтому кто не не знает мы попросим следующий раз алексей опять таки рассказать об этом да вот и пожалуйста ваши пятерочки я жду вот алексей будет приятно но хочу сказать так что здесь есть на этом сайте также возможность связаться да то есть если у вас есть какие-то интересные предложения для компании вы также можете написать поэтому это такой получается уже интерактивный сайт и мне очень понравилось допустим часто задаваем вопросы вот здесь вот тоже да мы сегодня парочку разберем вот и в целом я могу сказать что я конечно хотел по нему всему рассказать но он оказался настолько глубоким настолько большой поэтому я взял несколько всего здесь таких отделов да и в первую очередь опять таки мы с вами повторим почему же эти комплексы являются вот комплекс юристы почему они являются действительно со всех станут преимущества транспортных структурных комплексов юристы ну на первом месте это безопасность вы знаете что безопасность сейчас на дорогах оставляется желать лучшего анатолий дарыч уже сколько раз говорил о том что полтора миллиона людей гибнет гибнет полностью на дорогах в общем-то да за год до еще 10 миллионов остаются в общем-то люди скажем так и инвалидами это очень страшно очень печально и конечно когда гибнут детки когда гибнут мамы там и так далее вот вы знаете на 1 сентября вам показывал когда у нас тут на перекрестке каменной горки перевернулась тоже машина мама была женщина из перевернутым автомобиле вылазил потому что наверно торопилась к ребенку на 1 сентября либо отправив его в общем да ну в общем этих случаев очень много чего тут причина и так вот безопасность это связано с тем что юрист и транспорт он движется над поверхностью земли да поэтому исключено столкновение с посторонними объектами другой транспорт животные люди в том числе да вот так же многие когда вначале я помню тоже задавали вопрос а вот как может съехать и так далее на имеется второе преимущество это противосходная система который предотвращает опрокидывание падений с путевой структуры поэтому если там будет сильный ветер либо там какой-то я не знаю там еще какой-то там такой вера я не знаю там вираж не вражь на общем это все фиксировано да даже вот антальдар и что и был такой вопрос то ответа 100 вопросов а если вот друг террориста вот допустим какую-то и за портом подорвут это вот перевернется нет струна она предварительно напряженной то есть на тем как на допустим музыкальном инструменте гитаре к примеру да то есть там получается что просто эта струна провиснет да но транспорт останется за счет противосходной системы просто останется на весу просто ниже даже если он вообще будет уже по земле он просто протачиваться про земли но никуда он там не сорвется ни в какую пропасть если это будет между двух допустим над рекой то есть он просто просто просядет вниз и в общем то будет где-то там брюхом скажем так царапать либо поверхность воды либо там и так далее то есть вот это вот действительно безопасно естественно скорость уже будет снижена до нуля и в общем то люди останутся живы и это тоже очень и очень важно дальше получается наличие автоматической сцепленной аварийно буксирного устройства все кто были в мариной горке видели на последнем 2019 году когда сделали так что якобы один транспорт застрял вот как он будет двигаться и показали когда другой подъезжает ведет автоматическая сцепка и выйти утягивать его в общем то в любом направлении как вы знаете у нас можно ехать вперед можно ехать обратно назад и так далее то есть транспорт он скажем так не как-то допустим трамвай ну понятно что он могут может двигаться трамвай возможный назад но в принципе я никогда не двигают двигающиеся трамвай назад да вот здесь же транспорт при наличии такой необходимости наш транспорт может двигаться и вперед и назад куда будет ближайшая там допустим станция где будет решение по ремонту данного транспортного средства вот ну и естественно автоматические системы управления то есть исключает человеческий фактор да сколько аварий происходит по вине того или иного водителя да вот и поэтому здесь так как это все автоматизировано исключает значит человеческий фактор и также эффективно используется круглогодично да вот это вот все в комплексе это безопасность да когда вот то есть я бы сейчас вам рекомендовал бы это все где-то там памяти записать и так далее и проговорить еще раз потому что когда мы встречаемся с нашими партнерами это вот наш транспорт а вот это и все на этом мы скажем так наши аргументы заканчиваются могут мы начинаем слиться вот длиться не нужно вы слушаете выслушиваете саги соглашается и потом приводите пример что вот над землей то чтобы противосходная система то что отсутствие человеческий фактор и так далее так далее вот у вас уже скажем так сколько аргументов в плюс того чтобы человек хотя бы перестал беспокоиться что вот он если вдруг на высоте 10-15 метров о боже как что с чего вот на самолете такой вот возможности не туда вот значит дальше это долговечность до данного транспорта вот здесь действительно принципе любые условия которые значит есть проливной ливень обильный снегопад плотный туман шквальный ветер гололед наводнение цунами землетрясение вот песок тут не указано да вот как сейчас действительно в эмиратах придумали что все решаемо да все решаемо когда мы вот были у нас беларуси не было вот этого вот сдува да а когда мы приехали в эмираты обратили внимание что там стоит такие как вот ну похоже не такие на большие фены промышленные да и вот они сильно направляются минут на этот рельс и когда движется транспорт он дует и получается любой какой-то там песочек какой-то где-то штат еще осталось он просто уходит да ну если песчаные бури и представим что даже на вот этом вот не широком там рельсе до широком рельсе будет какой-то песок а его все равно сдует во время движения то есть сначала сдувается потом это уже металлическое колесо значит дальше получается жара значит как уже неоднократно говорили что транспорт может находиться как минус 60 градусов до такие максимальные показатели да так как сейчас в эмиратах плюс 60 пожалуйста и там и когда мы ездили тоже было жарко очень да но в транспорте было очень комфортно и поэтому вот все просто только не успевали даже давать интервью а вот просто вот наслаждались тем что очень мягкая поездка очень комфортно потому что скажем так жара снаружи но внутри очень комфортная температура и вот такая плавность ходы в общем то ну просто замечательный я говорю как парящие птиц вот это вот был этот транспорт когда вот то есть как ты внутри вот этой вот парящей птицы но опять таки дальше долговечность представлена еще тем что сто лет анатолий дворович и договор что гарантия сто лет вы сейчас понимаете что ни одна дорога даже минимальный срок службы указано у нас 50 лет до документа до капитального ремонта до подвижного состава 25 лет ну вот я живу вдоль улицы притыцкого все знают и вот сколько я тут уже в 15 лет до столько я вижу ну же я не знаю там чтобы вам не соврать но вот последний раз меняли там год назад уже в этот раз опять что-то в этом году уже что-то делали опять что-то срезали опять это самое вот стоянка вроде бы даже люди как нормальная стоянка было нет опять срезали этот асфальт какой-то да опять но вы положили ну трудно сказать с чем это связано скажем так может быть это меняет довольно часто пусть там два раз два года раз три года мне кажется у нас еще чаще но в принципе вот такой вот вариант происходит дороге здесь получается дорога минимум до 50 минимальный срок 50 лет вот тоже считаете ну и в канатной дороге вот многие учились а ваш как канатная дорога похоже похоже на канатную дорогу я вот не хотел вам тоже сказать скажем скажем так вот какой у меня когда такое возникает возражение да ваша дорога как похоже на канатную и вот я в этом случае раньше думал ну как вот объяснить как это объяснить и вот недавно я тоже посмотрел то есть сравнивал как бы ассоциативный ряд свой проводил да я нашел я хотел вам показать это ну в общем то может быть следующий раз еще раз или на живой встрече бурлаки на волке да вот картина васнецова но в принципе уже вычитал что бурлаки были очень высокооплачиваемые и не обязательно там уже там скажем в кандалах все шли как там уже показали там это страшный труд это было действительно высокооплачиваемый труд могу рассказать показать потом вот и вот эти бурлаки они в принципе выполняет вот такую роль я скажем так если сравнивать это вот катер который там или корабль который движется вдоль парусный как были да вот допустим какие-то корабли да и вот их уже вдоль в реке против течения их тянули так вот так же и тут получается что канатная дорога это как вот бурлаки мы тянем то есть не мы тянем а тянет именно вот этого механизма и буду поэтому так и that перетирается где-то на 5 там накручивается вот видите это данный дар очгет я был удивлен когда ко мне приехали люди которые вот мы хотим канату дорога а какие у вас стоимость и были удивлены когда алит部 горяч молчом 15 миллионов долларов допустим за километр как оказалось что канатная дорога стоит 18 20 миллионов долларов за километр и менять надо канат вот этот вот который там перетирается каждый 3 8 лет зависимости от нагрузки потому что есть разные уклоны так далее в том числе в канатной дороге вы все сидите да скажем так в одинаковых кабинках и если одна кабинка едет со скоростью 40 километров за ней тоже ели 40 километров за них 40 и так и уже конечно они не могут там одна на допустим над верхом проехать как-то другая под низом если там допустим как у нас внизу может двигаться допустим транспорт автобус как как-то юнибус да вот то наверху может будет будет анталь дальше придумал что будет двигаться наверху там транспорт либо скоростной либо какие-то двухместные четырехместный как такси да здесь же нет вот как поехал так и поехал это первое второе получается что вот это вот тянуть это да и вот я говорю что в данном случае а транспорт и узкая представляю как катер который может двигаться туда-сюда да с любой скоростью и так далее вот поэтому вот это вот тоже сравнение когда говорят вот как канатная дорога да нет канатная дорога ограничена да то есть определенный там канат должен быть ну и не больше когда мы смотрели вроде бы там пять километров вроде максимально да ну пусть даже 10 километров до вы представляете 10 это все равно какая катушка чтобы это все тянуло крутил нагрузка какая получается здесь же получается транспорт он не привязан он движется вот по вот этой вот прямой прямому рельсу сам по себе то то есть вот это тоже очень сильное преимущество именно свободы передвижения до вдоль определенной дороги до струны но пожалуйста с любой скоростью и скажем так может их быть несколько да вот поэтому вот такие вот тоже сроки разные 38 лет до для канатной дороги и 50 100 лет для ю sky дальше получается энергоэффективность энергоэффективность это мы уже с вами это говорили ну давайте еще раз повторить значит связано с низкими энергозатратами благодаря опять-таки чему движению стальные транспорта на стальных колесах по стальным рельсам вот это вот сцепка стальные колесо стальная рез это является идеальное вообще для скорости до для набора скорости для торможения и так далее все то есть один один и тот же металл не как у нас допустим асфальтная дорога и шина ну как вот в поезде да там в общем то вот это вот продумано да то есть поэтому долговечность появляется но в если допустим колеса поезда не настолько там большая точка соприкосновения здесь получается практически сто процентов от соприкосновения поверхности колеса и идеально ровного рельса да вот дальше получается высокая аэродинамика опять из-за отсутствует этого вот сплошного дорожного полотна вот и получается вот этот паразитный эффект экрана когда идет завихрение и алексей показывает когда дата получается что идет завихрение вниз и получается вот эти воздушные массы они тормозят поэтому если там транспорт будет другой формы допустим как вы знаете все такие вот скоростные автомобиля неправильно при приземистые придавливает земли соответственно увеличивается это сопротивление да и в данном случае когда получается как у нас с двух сторон одинаковый поток воздуха то есть получается наш транспорт как рыбка воде либо как самолет в воздухе да то есть пролетает вот поэтому аэродинамическая составляющая очень и очень важно опять-таки не требует затрата энергии почему таким образом получается очень быстрое ускорение и скажем высокая скорость дальше вот применение гибкого типа рельса струнно путевой структуры это вот тоже очень и очень интересный путь когда говорит действительно если большой проем допустим до двух километров то получается гравитационные силы да то есть получается как вот если он транспорт уходит значит с опоры то он может за счет своего за счет гравитационных сил пойдет вот ну как как с горки мы все едем да и вот это тоже получается за счет идеального спуска набирает скорость не тратится здесь энергия кроме того это может быть как динамо машина зарабатывать опять-таки на электричество и потом подъем уже небольшой уже там немножко впускать себе допустим помогать забраться на новую допустим промежуточную опору я например говорю что вот у меня тоже велосипед тоже с электроприводом вот и мне очень нравится когда я действительно вот с горки ты едешь просто вот там даже колеса не надо крутить если немножко дал мне вот скажем так получается скорость и потом когда он в горку вы же выезжает немножко даешь вот это вот электрического до сигнала и тебя просто выносит то есть вот после того я сел на 3 велосипед ну вообще при том что я иногда и кручу педали да там тоже мне это все нравится вот но конечно же совершенно другое вот вообще ощущение поэтому когда как в горку и так далее это совершенно здорово но в то же время спускаешься тоже очень быстро набирает скорость если еще немножко дальше скажем так газу как можно выразить тогда то вообще поездка станутся просто великолепный поэтому тогда я знаю у нас тоже есть юник юни и байки да как где-то тоже антоли дать предусмотрю что там тоже можно быть сделать такую вот тягу виде да что крутить педали чтобы и заниматься фитнесом и так далее то есть я обеими руками за такой транспорт вот это тоже огромное преимущество опять таки наше время когда энергетика выходит на такой вот значит такие раз придут туда вот из-за отсутствия энергии и люди сидят темноте вот европа да вот тут получается вот такой транспорт это уже действительно даже вот в этом для тех кто скажем так думает вообще о будущем человечестве это наверное тоже будет ноу-хау такое что такой транспорт есть существует это очень здорово вот ну дальше что он так я почему-то не видно вот это так поставил значит экономичность данными на получается до строительства значит инфраструктурных комплексов это отличается низкими капитальными затратами да то есть получается за счет того что как опять-таки нашей традиционной презентации когда из земляные насыпи либо надо делать либо наоборот надо что-то засыпать либо где-то прокладывать мост на путепровод какие-то водопропускные сооружения то есть нельзя воду просто перекры чтобы он там где-то там скапливать да то есть это все нужно здесь это отсутствие отсутствие этих вот этих сооружений всех это дальше низкая ресурска ресурсоемкость да то есть получается так как не нужно делать допустим идут анкерные опоры до между ними промежуточные вы понимаете землят вот тоже маленький соответственно не надо это там чистоколом все это лепить поэтому в этом плане тоже очень и очень выгодно дальше получается низкий эксплуатационные расходы тут связаны с тем что я в предыдущий раз то есть на прошлом слайде сказал да кроме того человеческий фактор да то есть не надо каждую скажем так как вот раньше было да в маршрутке то одно время даже ездила два человека обязали до что и водитель не имеет права вот и вести до автомобилев тоже маршрутку тоже время и чтобы им передавали за талончик чтобы он отрывал и так далее все поэтому сажали второго человека то есть чтобы внимательно следили за дорогой вот понимаете здесь у нас получается каждый транспорт и он в общем-то автоматически управляется и такого транспорта может быть очень и очень много и при этом водители здесь вообще не нужны то есть достаточно одного оператора который находится в центре управления скажем так да вот но опять-таки юнический технологии характеризуется конкурентной ценой при большой производительстве 50 тысяч пассажиров в час то есть антолий дворец стал такую задачу чтобы сравниться с метро но опять-таки игру в метро задача решена но знаете там скорость меньше и копать надо больше да и все равно там очень и очень много вот этих вот энергозатрат считается метро одной из самых дорогих видов транспорта папа по скажем так по строительству и по эксплуатации да ну вот анталь дарвич предлагает такой воздушный метро если так можно сказать тоже можете сравнить приводить пример что не надо ничего не копать не рыть даже сверху вот как эстакада как я вам показывал что в эмиратах там тоже это в общем-то похожим такой на монорельс в москве потому что очень широкая дорога практически такая же бетонная трасса как и рядом идет с скажем так но приводил примеры вам когда допустим не в час пик едешь то есть метро полупустого как у нас третья линия в минске кто был да то есть там тоже замечательный красивый поезд тихоходные современные но иногда заходишь там там сидишь то один или два на весь вообще на весь этот огромные при огромный длинный поезд вот так такие вот такие вот затраты и ты понимаешь это никак не может стоить там 80 копеек или там 90 копеек сейчас уже сделали но никак не может стоить чтобы гоняли целый поезд тут даже извините на вагона вожатый который там внутри сидит да он я не знаю нашему туда жилось только за счет этого поэтому это вот тоже надо все считать и все и конечно же это все огромные затраты но экологичность да очень многие люди особенно в европе я знаю вот мои партнеры латинской америки очень и очень острые вид у них вообще это зеленая энергетика они там вообще все помешаны и вот когда кто-то слышит что это экологично это вот нулевое как такое выражение воздействие на окружающую среду вот поэтому здесь идет особенно в странах где жесткие требования экологические то есть этот транспорт просто замечательно подходит за счет низкой материала емкости за счет минимального землеотвода за счет минимальные там электро низкий расход электроэнергии за счет движения транспорта над землей что никакие там букашки таракашки животные так далее не страдает поэтому вот это все экологично вот это я вам говорю с сайт называется юст . инком да и вот поэтому обращайте внимание заходите там очень много вот и еще одна тема которую скажем так тоже вам будет интересно это вот а часто задаваемые вопросы да вот поэтому я вам два вопроса приду там их скажем так около десятка но в принципе наверное это не зря на сайт на сайт это вынесли поэтому если вам интересно вы можете сразу зайти вот допустим каков минимальный интервал графика между и между транспортом даю просто допустим но вы знаете в метро у нас иногда бывает до минут иногда даже вот когда час пик когда очень много людей даже там иногда 45 секунду так 40 я когда был маленький в метро в москве вот и ездил когда я всегда боялся мой как страшно 40 секунд там и так далее там все да вот но смотрите анатолий дарыч и тут ставит рекорды до интервал может составлять если одиночные 25-30 секунда вот и получается если в поезде которые как бы в виде поезда движется один за другим это может быть две три секунды то есть это вообще фантастика получается да то есть люди будут находиться в отдельных так называемых капсулах даю под но при этом будут двигаться с максимальной скоростью там 150 допустим километров в час и вот такой интервал две три секунды но если даже 25-30 секунд это тоже очень и очень то есть практически это практически ничего поэтому сита такой вот можно создать пассажиры портов это первый вот вопрос который мне по нас ну и второй допустим как долго могут работать комплекс опять-таки да нужно ли вот это перерывы и так далее и опять-таки такие короткий ответ что 24 на 7 на международных линиях то есть принципе как же на железной дороге да ну вы знаете все равно железная дорога все равно это большое страшно когда вот идет там что-то иногда бывает опаздывают но это все так у громоздкой всегда конечно поезда такой вот здесь у нас совершенно другой вот вид транспорт очень воздушный красивый так далее но там 24 на 7 как на железной дороге либо если в условиях допустим городских линиях то могут сделать как 20 часов будут работать опять-таки как метро да то есть какой-то будет перерыв опять таки и это пожелание наверное там мэра города или так далее все если там кто-то захочет мне кажется можно сделать 24 на 7 то есть не вопрос но такие вот вопросы которые могут вас заинтересовать либо ваших скажем так будущих скажем так клиентов партнеров вот обратите внимание на вот этот вот часто называемые вопросы ну идем дальше конечно же опять-таки говорю очень много информации когда вы продвигаете данный проект конечно же всегда люди ищут там негативы так далее но хочу обратить внимание что сейчас очень и очень много информации уже идет именно от совершенно других источников если мы раньше ссылались на вот мы посмотрите наш сайт посмотрите вот наши там партнеры так далее то сейчас другие именно вот именно другие источники то есть телевидение радио газеты журналы и вот интернет разные порталы и вот в очередной раз уже на то ли дарочи юницкий опять-таки сейчас записал я кстати ну зачитаю вам ну вот эмирате почему потому что анатолий дар еще уже находится почти год находится в эмиратах да потому что сейчас там идет вы знаете строительство двух основных таких комплексов до тяжелых уже с длиной 2,4 километра и вот и сейчас именно сами эмираты вы знаете что были именно rt это скажем так министерство транспорта дубая представляла представляла сама именно юпот на выставке берлине кто еще не знает или там запамятовал да это было с 20 по 23 октября вот это совсем недавно было вот мы это уже с вами говорили да поэтому я вам хочу сказать что вот и сейчас опять-таки телевизор такой телевизионный проект такой эмирате до представил генеральным конструктора основателя анатолий дарча юницкого где он дал интервью в котором рассказал об особенностях транспорт своего транспорта результатах четырехлетней работы мы уже с вами разбирали что за четыре года было сделано вот анатолий дарыч опять-таки здесь кратко вот это все рассказал значит смотрите опять-таки он опять обратил внимание что визуально напоминает допустим монорельс либо канатную дорогу но на самом деле это полностью отличается от всего что делать транспортной отраслях настояр но до настоящего времени допустим тогда значит здесь экологичность эффективность комфорт безопасность вот и именно вот надо сказать что транспорт юска и транспорт это электромобиль на стальных колесах которые называются юпо вот поэтому поставил точку что это не монорельс не канатная дорога и уж тем более не какие-то другие дальше юпоц обладает о чем опять-таки ну это повтор скажем того что я уже сказал из сайта который мы видели теперь вот это все слова на поле дар еще низкого до обладает уникальной аэродинамикой системы защиты от схода с рельсов интеллектуальной системы безопасности управления питания связи вы находится в электромобиль высоко над землей поэтому исключены столкновения со всеми видами транспорта да и безопасность перевозок в тысячу раз выше чем у другого транспортного средства поэтому позволяет все погодную круглосуточную эксплуатацию за счет исключения человеческого фактора вот такие вот очень емкие и наверное это тоже вот это что выделено жирным шрифтом у меня я думаю что вам тоже это нужно скажем так уже доносить до людей потому что это в первую очередь тоже их касается это не значит что где-то там кто-то что-то делает когда-то телефон тоже делал скажем так смартфон стив джобс да и вот он тоже тогда говорил их если хотя бы один процент займет рынок наш телефон как он говорил да это будет супер ну вот сейчас вот есть множество смартфонов и есть iphone а все вот так вот разделилась поэтому я думаю то будет множество разных транспортов до самолеты метро и так далее но если будет такой транспорт я думаю даже в личку уже будете покупать его чтобы будете только молиться о том что было больше дорог чтобы а так транспорт вы сможете я думаю что он будет дешевле чем автомобиль я так вот предполагаю что он будет стоить вот и тут будет только чтобы сеть вот это больше покрывал когда как телефонный сеть то есть купил то телефон приехал а связи нету да когда уже связь появляется тоже начинаешь наслаждаться так вот мы с вами будем наслаждаться чем больше будет дорог поэтому сейчас надо это тоже представлять себе что транснет действительно шагает по по всей планете и вот это все 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 накрытый мы сможем с передвигаться в общем-то да не обращая внимания мечтаю на том что по всей по всей нашей матери-земли вот дальше значит работоспособность подтвердил подтверждена да и поэтому сейчас вот антолик мы начинаем коммерции коммерческую реализацию на ближнем востоке да это очень и очень важно архиважно поэтому вот этот центр тестирования и сертификации искать этого действительно в шар же он находится поэтому сейчас вот такая вот красота вот так она в принципе планируется быть она уже под подходит тому что можно вот лицезреть на картинке я поэтому говорю что когда мы подъезжали когда в шаже конечно вот это вот красота в привык скажем так можно сказать фасада вот этого всего это технопарка он очень-очень в него вкладывается множество средств поэтому я думаю что в январе даст бог попасть туда чтобы уже вообще воочию увидеть уже совершенно еще еще более красочный вот этот вот пейзаж который действительно ну не оставляет никого равнодушным вот поэтому видите в объединенных арабских эмиратах мы строим не просто испытательные полигоны а инновационные технологические платформы и для этих платформ создается вся сопутствующая инфраструктура да вот спасибо конечно шаржи вот значит смотрите опять что около года назад мы открыли вот 400 метровую трассу гибкого с гибким типом пути вот и сейчас строится вот да так же он сказал что все включает в этот комплекс не только вот их гибкая трасса он также станция технического отслуживания пассажирская станция мы я вам уже показывал да сама струнная рельсовая эстакада автоматическая система управления диспетчерская система электроснабжения связи инженерная коммуникация все то есть это целый комплекс да то есть это вот все от с нуля когда на песке ничего не было да и вот до такого прекрасного вот уже скажем так транспорта со всей инфраструктуры ну и вот тоже прекрасная картинка кто вот не знает да это вот тоже находится в шабана где мы были где вот смотрели где-то все трогали видели вот видите 40 машин представлен на картинке тут нарисована да вот это вот мы сделали репортаж такой и вы сейчас знаете что сейчас вот только дождь будет строится еще два комплекса по 2 и 4 по 2 километра 400 метров до будет эти два комплекса тяжелых уже до один будет для юниконтов от любой другой для транспорта на на 25 человек да то есть ну вместимостью 20 человек вот поэтому антон говорит что у нас более тысячи сотрудников и большинство из них это действительно ученые инженеры то есть это сотрудники которые создают такую замечательный красивый транспорт и мы когда были сильно там очень много вот разных скажем так направлении и действительно люди сидят и ну мне нравится что умные глаза когда смотришь на людей действительно человек под сосредоточен делает и и люди есть и молодые но в основном это люди такого уже знаете возраста там 50 плюс так потому что мне кажется вот такие вот уже умельцы пришли вот они вот эти как мастера своего дела да вот и дай бог я тогда вот тоже говорю ну если молодые которые учатся и так далее все я думаю что вот это вот это очень дорогого стоит потому что мой тесть допустим тоже 50 лет отработал на тракторном заводе и вот иногда что-то спросишь вот он до сих пор вот знает как там что где то что подсказывает в общем то интересны вот эти вот люди которые вот своими руками делали додумывали так далее вот поэтому очень цены такие вот люди и слава богу что у нас такое производство есть вот гордость если вам тоже вы гордитесь тоже поставьте восклицательные знаки тоже заговорился задумался что-то тоже проснитесь тоже ну вот такие дела да ну и вот анатолий едуардович тоже он спасибо за восклицательные знаки вам да и вот тоже всегда тем людям даже которые сейчас вас не услышит я бы так сказал раньше немножко злился даже не немножко множко злился да вот там допустим неужели непонятно вот там тот знаете каждая ягодка зреет по-своему да ваша задача это доносить да и быть благодарным если вам даже люди отказывают я так вы знаете как говорю вот вы осознаете что вас бог выделил да и вы услышали эту информацию вы пришли сюда и уже будьте благодарны за высшим высшему я да что вы вот можете вот это вот быть соучастником вот этого действительно великого события да вот но не злитесь на тех кто не может но невозможно всем быть допустим я не знаю там артистами балета невозможно всем будет допустим там зубными врачами невозможно всем быть там нет даже парикмахерами они все хотят там быть да вот к этому так нужно относиться но благодарны надо быть всем да то есть вы донесли информацию и отпустить эту ситуацию опять донесли за все и я вот говорю что анатолий дарыч тоже всегда выражает от благодарность смотрите вот это вот сколько сколько вот он сил потратил вот действительно чтобы достучаться да ну вот нашел такое вот в общем то такую поддержку очень сильно это высочество его высочество доктор шейх султан бен мухаммед аль-касиме да вот мухаммед аль-касиме все все уже допустим знаю да и это правитель шаржи и вот хусейн аль-махмуди это генеральный директор парка и исследования вот его кстати внизу на картинке да это тоже человек а то вот я когда часто выставляю до его какие-то посты да когда он говорит что это вот лучший транспорт это 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 вот люди вот я чувствую что действительно это он проникся вот реально вот он проникся потому что ну скажем так вот его поддержка особенно важно так как он сам возглавляет этот центр конечно его поставили возглавили он возглавил этот центр да и конечно же ему архи важно чтобы все кто работает в этом парке инновационных технологий конечно же развивались хорошо под его вот руководством и так далее поэтому толь дурачи благодарит этих людей и надеется на скажем так заинтересованного таком в продолжении сотрудничества и сейчас стремительно развивается и открывает перед нами всеми нами самые дальние горизонты то есть вот вы знаете анталь дурач вот такие вот слова говорит значит это действительно очень и очень скажем так много значит вообще вот из его уст это услышит поэтому это очень и очень здорово но хочу вам сразу сказать что вот я тоже нашел на арабском языке вот там есть английский язык арабский язык но чтобы вы понимали там вот тут четыре картинки меняется вот сам вот этот вот сайт теперь есть серти да вот этот парк шаржа то значит вот первая картинка допустим да вы можете тоже зайти посмотреть вот так прям прям набираете инновационный парк шаржа даже на русском в гугле и вам она выскочит сюда да значит вот смотрите вот вторая страница это сам шейх аль-касиме что он говорит мы приветствуем поддерживаем превосходство всех областях без каких-либо исключений открывая новые двери для личного развития где вы можете наслаждаться практикой и учиться как можно больше вкладывать как можно больше своих усилий вот аль-касиме потом идет значит еще одна страничка где год мы друг за друга и ты третье что это все ю sky project ю sky проект то есть вот тут написано английском вот я вам сразу перевожу значит в серти парк находится один это написано на сайте вот срти парк шаржа один из крупнейших и наиболее развитых научно и исследователь их центров интеллектуального транспорта в мире еще раз вам в серти парке находится один из крупнейших наиболее развитых научно исследовательских центров интеллектуального транспорта в мире усилия центре направлен на разработку современных концепт городского транспорта где теряются в шарже прежде чем они будут продаваться глобальном масштабе вот поэтому вам помогу сказать что это не опять-таки вот вам информация если там кто-то сомневается как у меня один человек съездил с какой-то группы товарищей в эмираты я с ним встретился и тот чем занимаешься игру вот ю sky транспорт может и слышал вот в эмиратов я там был да ничего такого нету и ну уже столько напустила себя вот этой пафосности вот просто я не знаю кому-то он спустился по ним с луны прям такой знаете красавица я одну что пожалуй плечами сказал узнаешь но этим занимаюсь я вот там был я сам вот ездил так далее ну такая давно не виделись не хотелось ним ругаться но в общем то вот он там был он там все уже все знают вот поэтому для людей которые даже там были и не видели вот вы скажете конечно еще нету потому что это все еще делается по крайней мере в шар это все есть да и если он там был в дубае либо в абу-даби то это будет потому что вот на таком серьезном уровне именно на представлена юская наша технология да именно вот на сайте серти парка так что вот тоже шар же так что тоже это вам скажем так хороший ресурс для того чтобы знаете не расскажи а покажи да вот можете не рассказывать вот один до сайт вот другой сайт вот есть юрист и можно тут почитать вот может на арабском почитать может рассказать ну там на английском туристы и пожалуйста поставьте google переводчику на будет переводить вот тут тоже такой вот на ресурс ну удивительно с этим человеком я когда был шар же мы действительно встречались он кстати нам проводил лекцию да а сейчас это села юская транспорт именно в шар же и зовут его сергей тарасов тоже очень приятно что мой вот скажем так однофамилец вот но все мы так или иначе связано ну конечно же мне было интересно потому что скажем так я как там все больше с олегом зарецким там хотел пообщаться но я и общался с ним а вот этот человек нам читал и он тоже туда говорю что ребят вы наверно больше меня знаете поэтому прошу прощения если там что-то где-то чего-то вы мне можете подсказать вот такой скромный человек вот и вот он сейчас тоже дал интервью уже называется шар же 24 такое знаете тоже телевизионный канал вот поэтому приятно надеюсь что я тоже с ним в этот раз уже увижусь тоже можно застрактировать два тарасова продвигают и sky вот по всему миру тоже будет тоже будет хорошо вот ну вот он тоже рассказывает о том что сейчас есть значит транспорт который уже представлен в таком четырехместном виде да что он рассказывает что сейчас есть транспорт который вот 20-футовые контейнеры да вот там такой небольшой ролик там три минуты буквально вот далее он показывает что идет строительство вот такой уже тяжелой трассы да вот пожалуйста вот и активно все это продвигается строится и что в конце значит этого года должны завершить и вначале вот он говорит этому значит интервьюеру говорит что в конце значит уже то есть начале двадцать третьего года и медиатли как он выражается сразу после вот этих новогодних праздников уже сразу начнется тестирование уже вот двух вот эти тяжелой трассы вот вот такие вот вещи поэтому это тоже канал 24 он говорит на английском вот поэтому если кто-то тоже хочет посмотреть вот пожалуйста тоже покажите своим людям это тоже элемент продвижения то есть я опять-таки говорю у нас очень и очень много сейчас ресурсов вы поверьте все вот эти вот хейтеры они куда-то подевались попрятались конечно еще можно где-то найти там что кто-то где-то чего-то там нашел но опять-таки это все заканчивается наверное уже восемнадцатом там семнадцатом восемнадцатом ну не знаю там может девятнадцатом годом где-то можно идти вот так же недавно олег зарецкий вот он тоже представлял стринга юною sky sing technologies представлял значит на международном форуме в индонезии вот которую тоже буквально недавно завершился там такой я тоже посмотрел такой длинный длинный думаю боже мой как же знаете там больше пяти часов вот это вот идет youtube прошла шла в прямом эфире а потом запись сейчас есть вот и конечно же там вот вообще проблема вообще вот джакарта ищет ни одна не не единожды занимала первое место в рейтинге городов сам большим дорожными пробками и 2016 году даже погибли 18 человек не от того что там столкновение было потому что там жара вот и вот это вот хронические заболевания автомобилистов сказались и так далее и вот люди стояли в этой вот в пробке одну посмотрите так вот это от 20 до 35 часов представляете 20 35 то есть провести больше суток в пробке просто вот такие вот ужасы вот поэтому меня еще удивило даже скажу сказано что даже медики на мотоциклах не смогли добраться до тех кто нуждался в помощи даже на мотоциклах вы представляете но примерно как на мост на на мосту сейчас вот такая вот картина наверное так давно и был вот такие вот вещи кому-то стало сердцем плохо кто-то там может быть какие-то еще заболевания так далее вот вот такие вот вещи поэтому не анатолий дарыча олег зарезки вот там видеоролик такой шел большого да где олег зарезки вот рассказал о том что возможно все это решить все эти вопросы он показал рассказал вот и сейчас почему индонезия сейчас джакарда заинтересовалась потому что столице вот эти вот пробки обходятся в 6 и восемь десятых миллиардов долларов стране представляете вот только от пробок вот такой вот идет такие потери 6 и целых восемь десятых меня около семи миллиардов долларов потери вот и пробовали они вводить разные там различные ограничения вы знаете в некоторых там страна там с четными номерами почетным дням по не по нечетные номера по нечетным там до дня но вот ничего в джакарде это не решила но анатолий дурач и опять таки представляет свой транспорт который может до 50 тысяч пассажиров в час перевозить и опять таки не надо тут ничего копать никакой метро то есть вот эти вот устанавливаются скажем так наш транспорт воздушный до воздушное метро и вот это было потому что я там просмотрел там кто-то про автобусы там рассказывал кто-то что еще но не ничего такого яркого там не увидел поэтому быстренько пролистал этот вот 5-часовой ролик скажем так но вот конечно юзка и транспорт он сразу выделяется опять-таки это тоже вам на заметку вот такая вот прошла значит ну вот показывают опять-таки в индонезии кстати очень много там бывает ливни бывают землетрясения наводнения и вот и в данном случае антолий дурач тоже говорит что в комплексе данные в данном случае решаем все проблемы потому что допустим расстояние сказал олег зарецкий да то есть расстояние получается над землей уже ну как бы наводнения не страшны вот если там получается какая-то там попадет в зону землетрясения то опять-таки устойчиво получается все равно вся система устойчивых землетрясений поэтому вот такие вот благодарные индонезийцы получили ведь они тоже приезжали свое время туда в шаржу и вот сейчас был именно юнический stream technologies был приглашена на вот это индонезийский большой форум по транспорту вот такие вот тоже у нас замечательные новости и скажем так очередные очередной кирпичик для продвижения для для того чтобы вы смогли рассказать своим людям что обращают внимание индонезия я не знаю там латинской америке да вот африка ну вот наши люди а может можем обманывают ну я опять-таки говорю я уже привык ну да из бразилии опять-таки тоже приезжали здесь тоже стартаперы все приезжали ведь большинство молодых вот они именно приезжали в шаржу в серти пар да вот тоже конечно они очень эмоциональны им понравился вот допустим внутренний дворик да вот видите он есть у нас с куполом то там он он просто открыт там очень жарко реально вот это вот тут вот в центре тут же вот это вот золотом шаржа и вот я тоже там обжегся потому что ну больше 50 градусов то что нагревается этот металл вот но он золотой я там натер у меня даже желтая рука была думала повезу золото домой вот ну вот тоже там поводили их значит по центру вот им понравился вот линейный город как он выглядит да дальше конечно же в восторге они были от транспорта тоже вот много тут на битингож гости исполнением наблюдали за запуском новейшего транспорта затем с энтузиазмом приняли предложение про как и отправиться в пробную такую на пробную поездку ну латинос они эмоциональны всегда в общем все им понравилось очень здорово все везде фотографировали смотрели вот конечно в восторге они вообще от дизайна от интере и скажем так салоном вот этого юни юни флэша да вот конечно же это что скорость 500 км в час в общем то ну были крайне крайне поражены ну и в общем то конечно же остались довольны и надеются на сотрудничество в будущем то что прогрессивные люди и вот сами стартаперы как вы знаете конечно наш тоже проект начинался то есть он называется венчурные да и действительно так так это и было и вот сейчас уже у нас 14 3 этап идет от всего вы знаете этапов 15 вот такие вот тоже хороший пример для молодых юных стартаперов да что все можно достигнуть ну и вот победители туров доминикану вот видите тут тоже все не все не знаю но в общем то по количеству вроде как как много да и получается что среди из руководства тоже ну вот ольга моя которая в общем то свой юбилей отметила в доминикане как она в шарже когда рассказала да вот наталья моя сестричка который когда-то сказала что эту фразу повторяет я услышала тебя лет вот поэтому она сейчас здесь тоже отдыхала вот ну вот этот санчес полковник вот сейчас такой форме они такая такая в общем-то жарко тепло вот еще но как вы видите главный виновник скажем так алексей суходой вдаль долетел таки вот из руководства что ольга очень просила быть вот и кого-то из руководства и в общем то он там был ну вот здесь вот получается ведь и чемпионы skyward комьюнити вот наталья я могу сказать вот эти два человека это вероника и хана это вообще наталья первую страну которая на вот по ледоколу взяла это было аргентина да и вот мы с алексеем на умовичем тоже как продвижение вот я говорю важного тоже мы когда-то вот наталью увидели потом я сказал что не будь не просто инвестором будь продвигает это все и она вот это тоже говорю что было очень тяжело и первые полтора месяца на вот по ледоколу работал и через полтора месяца пришли первые семь долларов кто-то инвестировал там 50 долларов я помню она для аргентины это тоже такие крупные деньги считаются вообще-то много так 50 долларов ну как для беларуси допустим да вот и так или иначе я говорю вот изо дня в день вот эти вот она училась говорила и так далее были слезы и мне звонила и тяжело было все ну вот потом в общем то нашлись вот такие как хана и вероника не сразу это же были какие-то терки и так далее но вот они сами уже сейчас стали не даже наталья скаю наташ мы сейчас сами знаем как нашей стране себя вести мы сами ведем они сами уже стами там лидеры мастера стали вот да и вот они сейчас как наташа написала мне когда мне отправлял эту я счастливая скажем как она готова мама потому что вот мои детки они со мной стали самостоятельные они уже просто вот сами ведут вот эти вот чаты большие вебинары и так далее вот видите и вот вот состоялся этого встречи что вот эти люди поверили тоже наташа поэтому я говорю все вода камень точит и для нас пример это анатолий эдуардович который несмотря на все потери вставал опять шел опять падал опять опять вставал опять шел вот и сейчас вот именно вот его пример является ярким доказательством того что все в этом мире можно сделать если вы очень хотите поэтому не спим не скажем так даже и спим на я говорю что надо двигаться надо говорить но устали отдохните но дальше опять-таки стали говорим и так далее поэтому вот я благодарен моим сестрам потому что сильно вот их заслуга в том что практически вся латинская америка знает о skyway теперь благодаря вот им ну и вот теперь вот этот человек который очень и очень много делает для продвижения этого транспорта в доминикане да вот и вот алексей субитя они поехали на вы видите у них там есть канатная дорога но который опять таки не справляется потому что алексей сукадов не знаю сам это конечно будет рассказывать возможно вот но он год очень долго он добирался вот там мало того что до доминикана потом еще когда они с ольгой ездили там по всем мероприятиям которые были да он тоже это ужас просто два часа в пробке где можно нормально на нормальной дороге за 2 часа поэтому он так и говорю что этот транспорт нужен у них было очень весело там был фестиваль вот это прям остров танцы музыка латинская конечно это было очень здорово зажигательно вот но и поработали вот это уже люди все которые в бизнесе которые очень много делают для продвижения данного